Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать в наш еженедельный выпуск новостей. Мы собрали премьеры за эту неделю и не только. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Итак, уже сегодня, 4 апреля, нас ожидают несколько масштабных интересных новинок. В онлайн-кинотеатре «Окка» выходит «Тень Чикатило». Картина является продолжением сериала «Чикатило» и основана на реальной истории ангарского маньяка Михаила Попцова, убившего в период с 1992 по 2010 по меньшей мере 80 человек. Сотрудник ангарского отдела внутренних дел милиционер Попцов решает, что общество нуждается в некой чистке от человеческого мусора. Из-за присущей ему хитрости, изворотливости и доступа к милицейским архивам и базам данных, Попцову удается в течение многих лет избегать наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Он постепенно превращается в полумистического персонажа, неуловимого демона, от которого нет спасения. И все же герои-оперативники во главе с Ковалевым, пройдя через череду сложных жизненных ситуаций, выйдут на след убийцы, остановив страшный конвейер смерти. В ролях Федор Лавров, Николай Казак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева и многие другие. Не пропустите премьеру. Тень Чикатило с 4 апреля в онлайн-кинотеатре ОКО. Кроме того, в этот же день насмотрим РУ. Нас ожидает премьера детективной драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым, Дарьей Урсуляк и Павлом Трубинером. В центре истории главный герой Валерий. В прошлом он клинический психиатр, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступление Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову и восстанавливать его мотивы. Валерий знает, что его способности – это психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов и журналистка Драпова стремятся разоблачить героя, но его спасает заступничество высокого начальства. Дорогие друзья, сегодня онлайн-кинотеатр «Иви» также представит зрителям долгожданный сериал «Точка ноль» с Марией Александровой и Сергеем Мариным. Об этой премьере мы уже не раз рассказывали в предыдущих выпусках, обязательно ознакомьтесь. А мы спешим сообщить, что стала известна дата выхода продолжения новых папиных дочек. 15 апреля можно будет начать смотреть семейную комедию на сайте СТС. В этот день станут доступны первые пять эпизодов. Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином продолжатся. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу. И не без труда занимается воспитанием четырех дочерей. Проблемы ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, а также и новые соседи. К своим ролям в продолжении вернутся Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Дарья Мельникова, Ольга Влокова, Алексей Демидов и многие другие. Пишите, как вам перезапуск многими любимого проекта, но мы двигаемся дальше. Ведь уже 8 апреля на «Россия-1» запланирована телепремьера сериала «Алла такси». Главные роли в многосерийной мелотраме исполнили Светлана Колпакова, Александр Михайлов, Роман Мадянов, а также Евгений Миллер. В центре сюжета – Алла, которая решает расстаться с мужем после его измены. Из-за влиятельной свекрови Зинаиды она не может видеться с сыном и остается без денег. Чтобы заработать на жизнь, Алла устраивается на работу в таксопарк «Колесо», где оказывается единственной женщиной водителя. Сумеет ли Алла вернуть сына и противостоять свекрови, и кто же растопит лед в ее сердце? Узнайте на «Россия-1», если до этого не видели сериал в сети. Уже была анонсирована и мелодрама «Выходного дня». В субботу 6 апреля в 21.00 в эфире телеканала будет сериал «Жизнь справок не дает». По сюжету, окончив школу, главная героиня Юли оказывается на пороге взрослой жизни, которая оказалась полна не новых возможностей, а трагических происшествий. Отец Юли умирает, оставив в семье массу долгов. Позже и мать главной героини погибнет во время родов. Таким образом, девушка остается совсем одна с новорожденным братом и без всяких средств к существованию. Ну а как развернется ее история и что же она будет делать, узнаем уже в субботу. Серии традиционно 4. Не пропустите! Тем временем, из долгожданного сериала «Горький 53» появился тизер и постер. Картина выйдет в онлайн-кинотеатре Иви и на НТВ уже в этом году. Об этом на днях сообщил зрителям сам телеканал НТВ. События сериала разворачиваются в 1953 году из-за массовой амнисти в СССР напряженная криминальная обстановка. Само действие развернется в Горьком, сейчас Нижний Новгород. Мы увидим историю бывшего разведчика-фронтовика, который вынужден внедриться в самую могущественную банду Горького, чтобы покончить с преступностью и вернуть себе таким образом честное имя. Роли исполнят Алексей Барабаш, Андрей Фролов, Екатерина Климова, Катерина Шпица и многие другие. Будем очень ждать точную дату выхода и премьеру сериала. Кроме того, НТВ анонсировал и телепремьеру криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». 15 апреля можно будет посмотреть этот сериал в эфире, если до этого вы его не смотрели. А мы напомним, что по сюжету конец 1980-х – это переломный период в жизни страны. Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. А главный герой – Андрей, 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и маленькой сестрой. Регулярно он сталкивается с травлей уличных подростков. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с пацанами, один из них – 14-летний Марат. Именно он становится проводником Андрея в мир улиц, где есть драки, дискотеки с хитами 80-х, видеосалоны, непростые взаимоотношения внутри уличной семьи, а также любовь и дружба, верность и предательство. В ролях Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Калагривый, Рузель Минникаев, Антон Васильев и многие другие. На неделе наконец-то появились и новости о премьерах ТВЦ. Весенний киносезон на телеканале откроют сразу два новых детектива. Пятницу, 5 апреля в 20.00 пройдет премьера детектива «Магазинчик на колесах» из двух серий. С Лидией Ефановой и Максимом Емельяновым. Главная героиня истории – Надя Дьяконова. Она работает продавщицей в маленьком деревенском магазине, когда на нее сваливается кредит. Это неприятный сюрприз от мужа Михаила, который ушел к соседке, так и не разведясь с Надей. Что еще хуже, так это то, что кредит взят под залог Надиного дома. На деньги банка Михаил купил фургончик-автолавку, а сам исчез в неизвестном направлении. Теперь вместе с участковым Игнатом Надя принимается за поиск Михаила, одновременно пытаясь не потерять свой дом. Далее в субботу, 6 апреля, выйдет участок номер 13. По сюжету четырехсерийного детектива, участницы программы «Участковые России» Аня и Наташа приезжают в маленький городок Лисейгорск. Обе они работают на участке номер 13, Аня терапевтом в поликлинике, а Наташа участковой, опероуполномоченной. Им обеим обещали квартиры, вот только произошла накладка, и временно героиням придется жить на одной жилплощади. Профессорская дочка и вчерашняя детдомовка с трудом находят общий язык. Да и на работе у новых участковых полный кошмар. То пациент ложку проглотит, то подвыпившие мужики трактор угонят. И если Аня отстаивать свое профессиональное мнение приходится перед терапевтом средних лет, то коллегой Наташей оказывается молодой красавец Опер Лосев. В касте сериала Всеволод Макаров, Михаил Маликов, Алиса Стасюк и Владислава Ермолаева. На этой неделе стало известно и дата релиза полнометражного проекта «Каждый мечтает о собаке». Днем выхода фильма поделился Иван Колесников, исполнитель одной из главных ролей. На большие экраны фильм выйдет 16 мая. Эту историю мы увидим глазами московского пятиклассника Юрки, робкого 12-летнего мальчика, еще больше замкнувшегося в себе после смерти отца. Но когда в классе появляются двое новеньких, его жизнь полностью меняется. Благодаря своим новым друзьям, которые оказываются детьми знаменитого летчика-испытателя, Юрка уже не чувствует себя таким одиноким. Подросток проходит свой путь взросления через жизненные испытания, которые поджидают его дома и в школе, познает настоящую дружбу и первую влюбленность. Важную роль в его жизни сыграет и учитель литературы в исполнении Ивана Колесникова. Компанию-актеру составили Игорь Костолевский, Дмитрий Муляр и Катерина Шпица. Дорогие друзья, пишите, что планируете смотреть в ближайшее время, и еще услышимся на Киночернике.